друзья всем филиппинский привет всем привет вы на канале big trip vlog а в этом выпуске мы вам покажем как добраться с острова минданао из города кагаян-де-оро до острова камегин но вначале покажем небольшой отель в котором мы остановились мы сейчас живем в отеле который называется метрах отель переехали поближе к визового центра чтобы получить быстренько нашу визу потому что она готова поэтому мы здесь переночевали сегодня получим и отправляемся в следующую нашу точку это остров камегин смотрите вот здесь вот у нас сэвен и вэвен круглосключен здесь есть кафешки там огромные мол центрио так выглядит наш отель метро отель здесь располагается наше лобби сейчас я вам его покажу всегда здесь окружающий персонала встречает открывает двери все еще у нас есть рождество практически украшенные елочкой в зоне лобби прохладно потому что работает кондиционер очень многие здесь проводят вечер утро потому что только на этой территории работает вай фай здесь можно воспользоваться горячей или холодной водой здесь ресепшен на котором вас быстро зарегистрирует очень много различных сертификатов у отеля здесь также располагаются комнаты мы проживаем на втором этаже давайте поднимемся и я покажу вам нашу комнату друзья быстренько проведу вам обзор нашего номера наверное из важных деталей которые нужны были это рабочий стол там сейчас копилось видео можно монтировать есть урна есть тумбочка здесь мы расположили наш вещь потому что шкафа нет это двухспальная кровать у нас улучшенный номер еще здесь кондиционер есть телевизор с многочисленными каналами из минусов вай-фай только в лобби ну что ж это бюджетный номер или моего того скорее всего на поэтому что нашли то нашли здесь у нас душевая душ электронагреватель унитаз туалетная бумага и зеркало но в целом это все вот поэтому ну ладно мы тут ненадолго поэтому будем жить с тем что есть кстати поживание включен завтрак поэтому сейчас ожидаем наш завтрак всего есть три варианта с курицей с говядиной либо со свининой завтрак вот подают жареные кусочки здесь уже отдыхающие завтракают и кирилл также ждет свой завтрак нам принесли же наш стандартный завтрак рис яйцо немного овощей а также курочка можно выбрать либо курицу любственную поэтому сейчас мы поглощаем наш завтрак и и отправляемся в путь после завтрака мы уже вышли и садимся на такси который довезет нас до автобусного терминала сам вокзал достаточно шумный при входе вас сразу встречают спрашивают куда нужно ехать помогают можно добраться на автобусе без кондиционера как установ делают местные можно поехать с кондиционером за 200 песо как выбрали мы вот так принципе все достаточно дружелюбную вот такая атмосфера на автовокзале примерно два с половиной часа мы ехали на этом автобусе сейчас высадились погодка испортилась высадились мы на bus station я возьму вот здесь приходится преодолевать такие вот препятствия от bus station еще нужно попасть в порт и узнать во сколько отходит паром терминала можно доехать на три цикли наверное 200-300 метров либо как мы дойти пешочком мы не любим простых путей поэтому да не меня позабавило там был мужичок он на велосипеде у него такая небольшая повозка он призывает нас повезти то есть посмотрите меня кирилла и наши чемоданы на велосипеде да вещей у нас много поэтому вряд ли у него получилось внутри цикл вполне я думаю за 50 песо можно договориться ребята как вы знаете был коронавирус и не везде условия упростились на прежде того чтобы попасть на остров комикин необходимо заполнить онлайн форму который подтверждает что вы здоровы и у вас есть вакцина без вакцины с антигеном или спецр тестом нельзя попасть только с вакциной поэтому мы оформили эту форму заранее не в порту можно ее оформлять еще здесь но лучше это сделать заранее накануне в интернете вот сейчас мы эту форму предоставляем ее сотрудники сканируют а уже потом мы покупаем билет время сейчас пол двенадцатого лодка отправляется следующие как раз паром 12 часов у нас была старая информация именно на 12 часовой паром и в это время нам очень повезло что этот паром будет на самом деле заполнить форму не так уж и просто туда нужно помимо специального кода еще вводите свою вакцину нужно вводить бронирование отеля в котором вы остановитесь на комигине в общем очень много форм заполнять мы заполнили оказывается не все и все формы поэтому сейчас что вот помочка стоит заполняет но благо мы успели на паром он есть 12 часов это это очень-очень радует билеты на паром стоили 360 песо с человеком затем у нас был фи который стоит 14 песо с двух фи это за терминал за налог ну да то что мы находимся на территории терминала москова наверное сейчас посмотрим 15 песо с человека за вход еще какой-то терминал я уже не разбираюсь на камеру сказать снимать нельзя дальше но посмотрим посмотрим где будет можно сразу же мы вышли из здания вокзала и отправляемся парому мы его видим как нам объяснили отправление в 1230 они в 12 также следующий паром есть какой-то в час с чем-то но сказали что не факт что он будет потом есть в два по моему часа то есть в общем примерно каждые два часа последний паром нам сказали то ли в три часа с чем-то то ли в 330 да поэтому рассчитывайте на то чтобы приехать сюда часам 12 можно даже чуть пораньше и и тогда вы переправитесь проблем до трех часов вот так вот выглядит наш паром куда мы идем так друзья нашли более актуальную информацию с полным расписанием вот смотрите мы выезжаем из валенгуана и вот время время паромов наш будет 1230 получается последние есть 33 есть 530 время пути везде час соответственно вот обратно и спину не вот обратное время поэтому смело ориентируйтесь начала 23 года в итоге наш неторопливая поездка была примерно примерно час 15 мы вышли плюс 15 минут держали поэтому два часа мы приплыли я знаю что очень красивый на нем находится 7 вулканов а второе название этого острова рожденный в огне как раз из-за того что находится среди вулканов на все 7 мы вам не обещаем что пойдем вряд ли даже на 1 вот но красивый водопад съездим съездим красивые пляжи островки без лежачие мы посмотрим помощь смотрите погоде потому сейчас такой дождливый дождливый начался период но вообще-то ты можешь здесь подрабатывать тоже вещи опускать даже могу не за 50 песок как здесь делают а за 100 песок потому что я белый носильщик белый ну вот по приезду также проверяют эти qr-коды которые мы заполняли при отплытии но на других островах данная процедура не требуется только здесь мы такое встречаем после порога нужно конечно разобраться как нам доехать перед нашего района называется нам бахал здесь есть и такси ну как такси такси в местных маршрутках вот они заряжают цену где-то 500 500 600 песок чем это не именно до нашего отеля до до города всего нам ехать 24 километра поэтому сейчас мы дойдем еще спросим цены возможно доедем до города дешевле все вам расскажем так нашли даже не знаю как назвать этот транспорт решили нас завезти за 200 песок но пока по моему только до самого мампо хаосить да да сейчас мы мы поедем не до отеля до города ну да сто песок человека в общем в любом случае не 500 наше приключение продолжается малахау мы пересели на другой транспорт на другую мотореллу этот транспорт называется этим моторелла нечто среднее между между трициклом и джипни сейчас мы едем с другими людьми и все пытаются ему объяснить как доехать до нашего до нашего хостела где мы арендовали но водитель упорно не понимает также мы успели уже арендовать скутер на ближайшую неделю поэтому надеюсь мотореллами мы будем пользоваться теперь на этом острове только лишь когда поедем обратно обратно в порт до этого мы будем пользоваться скутером который сейчас я вам покажу потому что парень который нам арендовал едет прямо за нами за 350 песо в сутки но куда хороший вот такой поэтому honda клик в нашем распряжении на ближайшую неделю и нам не придется вот так вот ютиться на самом деле есть не наш багаж у нас его 5 сумок из них один большой рюкзак и большой чемодан если не наш багаж то мы теперь добрались гораздо бюджетнее и быстрее а так поскольку у нас очень много вещей приходится время время что-то искать договариваться чтобы нас погрузили добрались наконец-то мы до места сейчас вам еще немножко покажем наш скутер который мы арендовали пока арендовали на шесть дней как я уже говорил за 350 песо в сутки honda клик вот такой мопед еще защита предусмотрена в общем выглядит отлично цена хорошая на самом деле то место где мы проживаем уже смотрите следующем выпуске со следующего выпуска начнутся и наши приключения и обязательно пишите были полезен вам выпуск интересно ли вам смотреть такие роли когда мы добираемся из одной точки ну и конечно же ставьте лайк все друзья всем пока скоро увидимся на филиппинах пока пока пока